С возвращением в GTA 5 призраки, с вами как всегда я Гост и сегодня все что мы нарисуем в реальной жизни появится в GTA. И в самом начале этого ролика призраки не забудьте проверить прожат ли вас уже под ним лайкосик. Если вдруг нет, обязательно прожмите его прямо сейчас. Конечно же подписывайтесь на канал те кто еще не в семье призрака, вступайте в нее и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы на канале. Ну а сейчас я вам ребята расскажу что же это значит. А в общем то прямо сейчас ребята мы с вами начнем рисовать любые предметы которые захотим. Можно даже не предметы, какие нибудь погодные условия, там не знаю в конце концов какой нибудь даже катаклиз можно нарисовать. И все что мы с вами ребята нарисуем должно будет появиться в GTA 5. Вот такой вот интересный у нас сегодня с вами будет ролик. Присаживайтесь поудобнее, наливайте горячий чай или кофе, берите вкусняшки, пишите как у вас там дела в комментариях. И конечно же ребята давайте уже приступим к нашему первому рисунку. Я предлагаю для начала наверное дорисовать нам какой нибудь транспорт для того чтобы уехать с этой парковки. Ну давайте что ли попробуем. Наверное перед тем как мы приступим стоит сказать что я рисую очень очень плохо ребята. Реально я всегда рисовал плохо, даже когда ребята в школе у нас был такой предмет как изо и мы там рисовали. Я дорисовал хуже всех в классе. В общем давайте попробуем что ли, посмотрим что получится. Нам нужна какая нибудь машина. Ну давайте начнем с простого. Нарисуем ей капот. Господи как это ужасно блин. Ладно ребят я чуть-чуть разогреюсь. Мне просто нужно маленько разогреться. Так, какая-то тачка у нас маленькая получается честно говоря. Ладно, все рисуем два колеса. Первое колесо, второе. Вот так отлично. Так, ну попробуем ребят. Я думаю что-нибудь должно получиться. Блин, как же это ужасно выглядит. Я просто ребята не знаю. Напишите в комментариях, если кто-то из вас умеет рисовать. И если вдруг кто-то из вас такой же криворукий в рисовании, как и я. Вот. Хотя по изо мне все были хорошие отметки. Не знаю как это получилось. Но реально всегда получается. Вроде как сдать на что-то хорошее. На 4-5. В общем ладно. Так, предлагаю машину уже покрасить наверное в какой-нибудь синий цвет. Например. Почему бы нет. И наверное все. Ну можно еще колеса залить короче в черный. Вот так вот. Все отлично. Ну и давайте попробуем посмотреть что у нас получилось. Йоу. Получилось. Синяя тачка. Только какая-то она прям фиговенькая. Надо было рисовать чуточку. Получше наверное да. Чтобы появился какой-нибудь спорткар. Ладно. Чего же не будем жаловаться ребята. Надо мне немножко свои скиллы в рисовании подтянуть. Блин. Ну это реально очень крутая штука. И знаете какая мне сейчас ребята пришла мысль в голову. Вот если бы у вас в реальной жизни появилась такая штука. Такая возможность нарисовать что-либо. И это бы появилось прямо перед вами вот в эту же секунду. Да. То есть какой-нибудь волшебный листочек с карандашом. Который бы превращали все нарисованное в реальность. Что бы тогда вы нарисовали. Давайте какие-нибудь три вещи или предмета. Вообще все что угодно. Что бы вы нарисовали. Вот три разных рисунка. Что бы это было. Я думаю наверное многие бы нарисовали себе огромный мешок с деньгами. Я бы тоже наверное это сделал. В первую очередь если бы была такая возможность. Ну или там какую-нибудь виллу например. Блин. А я сейчас еду и сразу же приходят мысли. Что такого можно нарисовать попробовать. Давайте прямо сейчас мы с вами остановимся. И попробуем сделать Франклина невероятно богатым. Ну не знаю хотя бы там нарисуем что-нибудь. Что бы были карманные деньги. Давайте попробуем. Так ладно. С этим я думаю будет чуть-чуть полегче. Начинаем. Рисуем вот такую вот штучку. Это у нас короче ребята будет с вами мешок с деньгами. Я думаю вы уже догадались. То есть вот так вот он будет выглядеть. Чисто мешок. А тут у нас получается будет веревка. Которая весь этот мешок закрывает. Что это? О господи. Как же я фигово рисую. Ладно фиг с ним. В какой-нибудь вот такой цвет покрасим. И обязательно нужно нарисовать я думаю доллар. Да. Чтобы было понятно что это у нас деньги. Вот таким вот желтым цветом. О да блин. Все ребята. Теперь точно понятно что это мани. И мани очень много. Давайте посмотрим получилось у нас или нет. Так так так. Где же мои денюжки? Что-то их пока не видно. Может тачки? А вот они. Реально мешок с деньгами появился. Только рисунок чуть-чуть другой. Ну ребята у нас получилось блин. Ну что. Это наверняка был бы реально первый рисунок в реальной жизни. Который я бы нарисовал. Огромный мешок с долларами. Как же это круто. Блин знаете что мне сейчас мозолит глаз? Наша тачка которая ну такая себе честно говоря. Я бы предложил наверное взять другую машину. Потому что я хочу что-нибудь более спортивное. Давайте посмотрим какие есть варианты. Ну я думаю вы понимаете что в первую очередь все будет зависеть конечно же от моих способностей. Что я там нарисую. Ладно давайте приступать. Хочется что-то реально спортивное. Ну предположим вот это будет начало. Машины капот. Да. Потом у него вот такая вот длинная часть. У всех спорткаров ребята длинный капот. Я думаю вы сами это знаете. Даже нет. Давайте как мы сделаем лучше. Вот так вот. Чтобы тут вот так вот типа плавно поднималось у нас в лобовое стекло. И здесь как-нибудь уходило. Блин я не знаю как сделать то лучше. Чтобы появилось что-то хорошее. Ну вот так вот например. Блин что это за бред вообще. Блин что это просто. Вот что-то такое на самом деле я хотел нарисовать. Какая-то спортивная тачка. Двухместная скорее всего. Ну все спортивные машины практически двухместные. Так. Надо колеса еще и дорисовать на всякий случай. То спавнится блин машина без колес. И будет вообще не очень. Ну честно говоря выглядит это конечно фиговенько. Что это за тачка такая будет. Окей. Ну ладно ребята. Покрасим ее в желтый. Чтобы было чуть более спортивно. Здесь синий сделаем все-таки так. Но. Ой капец. Я себя чувствую реально ребята просто каким-то криворуким. Ну что это такое. Почему я так плохо рисую. Надо будет короче научиться. Ну и здесь вот задняя фара. Все. Я думаю нормально этого должно хватить. Давайте посмотрим. Вау. Нифига себе блин. Вот это я примерно и хотел да. Когда я рисовал ребята. Именно ламбу я и хотел. Она реально выглядит прям так как мы нарисовали. Ну. Понятно конечно что с некоторыми отличиями да. Но потому что я коряво рисовал. Но блин ребята. Очертания это примерно такие же. Офигеть какая классная тачка. Еще синий салон. Йоу. Вот это прям повезло. Так. Ну что ж. Давайте ее протестируем хотя бы. Мне прям интересно знать какая у нее будет максималочка. А что кстати это за ламба. А вон точно. Каунтач. Серьезно. Ну. Неплохая ламба. Это очень дорогая кстати ламба. Поэтому нам очень сильно повезло что мы нарисовали именно ее. Ребята я так и планировал на самом деле. Ладно. Давайте сейчас замерим вообще сколько там будет до сотки. У нас разгон хотя бы для начала. Один. Два. Три. Раз. Два. Ну две секунды короче. Гоним дальше. Уже двести. Блин. Неплохо так-то разгоняется. Посмотрим максималочку сейчас. Блин. Офигеть. Четыреста девяносто девять. Йоу. Вот это я понимаю. Да. Неплохо так. Хорошая тачка у нас с вами ребята появилась. Ладно. Я предлагаю наверное повысить ставки. Че мы с вами уже нарисовали тачки. Получили денег много. Хочется чего-то более интересного. Знаете. Я предлагаю например попробовать нарисовать. А почему бы не попробовать себе нарисовать виллу? Это было бы интересно. Блин. Только вот с этим будет уже капец как сложно. Как мне нарисовать виллу? Если я даже тачки так плохо рисую. Так. Ладно. Хорошо. Давайте попробую нарисовать очертания. Хотя бы нашей виллы. Окей. Она будет чисто квадратная. Хорошо. Наверное очень высокая. Давайте ну этажа 3 там вместе с крышей пусть будет. Вот как-то так. Да. Хорошо. Еще и криво нарисовал. Ладненько. Здесь у нас короче будет с вами вход. Ну внутренняя вилла нужно же будет как-то попадать. Ну и само собой все равно у виллы должна быть какая-то территория. Пусть она будет у нас знаете как обозначаться. Ну вот как-то так. То есть вот эта вот вся территория находящаяся за нашей виллой. На которой мы с вами там будем тусячить. Там короче чтобы бассейн был. Все дела. Ну как обычно виллы вообще выглядят в Лос-Анце. Я думаю вы примерно понимаете. Господи. Что же я такое вообще рисую. Ой стыдова блин. Стыдова. Так ладно. Хорошо. Давайте ее покрасим. Может у нас будет какая-то модерн вилла. В таких цветах знаете там. Бело-черный. А можно в принципе. О нет. Как же это стрёмно. Кстати можно реально тут нарисовать. Чисто чтобы у нее такие цвета были более нейтральные что ли. Чтоб она такая современная была. Такие виллы кстати сейчас в Лос-Анце распространенное явление. Поэтому давайте попробуем. Как-нибудь вот так что ли. И получается сзади вот эта наша придворовая территория. Тут у нас еще пусть растут какие-нибудь деревья. Давайте нарисуем сейчас. То есть вот тут деревце. Окей. Я вообще рисую ребята как будто я знаете в садике. Блин реально что ли. Это такое дерево. Ладно. Хорошо. Здесь еще одно дерево пусть будет. Так его быстренько нарисуем. Вот так вот крону. Чтобы ребята просто не запариваться. Ладно. Нам главное чтобы получилось просто вилла. Блин я не нарисовал гараж. Какая вилла без гаража. Ну я уже придворовую территорию нарисовал. Ладно. Пусть у нас тут будет где-нибудь парковочка получается для вертолетов. Я предлагаю где-нибудь вот здесь вот сделать. Только давайте нарисуем ее черным цветом. Вот так вот. Пусть у нас тут будет парковка для вертолета. Которую мы с вами сможем собственно как раз вертолетом занять. Чтобы у нас хоть какой-то транспорт был. Да. И вот тут вот будет как раз вертолет. Сейчас мы его с вами нарисуем. То есть как вертик выглядеть должен. Как-то вот так вот получается. Короче ребята это вертолет. Че непонятно что ли. Да. Это все же видно. Обычный вертолет здорового человека. Вот так вот блин. Все. Я думаю вопросов нет. Все. Вопросы себе отпадают. Только надо ему еще одну вертушку нарисовать. Вот так вот. Ну вообще отлично. Вообще шикарно. Так. Ну все. Давайте посмотрим. Че в итоге у нас получится. Офигеть. Получилось. Это че за здоровенная вертик. Вилла просто. Так. Окей. Давайте что ли ее посмотрим. О кстати да ребята. Она без гаража. Как я и нарисовал. Забыл блин про гараж. Ладно. Сейчас все раз надо не забывать. Если что нарисуем его. Так. Ну посмотрим что ли. Что у нас тут за вилла. Блин. Нифига себе. Неплохой такой дворик. И бассейн есть. Все как я. Хотя вон деревья кстати. Которые я нарисовал. Она реально большая. Но вот по форме да ребята. Она конечно коробка к коробке. Блин. Ну. Че поделать. Я уже раз ее такое нарисовал. Этого никак не исправить. Ну блин. Это в престижном элитном районе Лос-Антоса. Как бы тут вообще в принципе недвижка стоит миллионы. Возможно там десятки миллионов долларов. Поэтому че блин жаловаться. Давайте лучше пробежимся. Посмотрим вообще наши новые владения. Неплохо так. Вообще неплохо. Блин. Я хочу такую штуку в реальной жизни. Реально. Ну. Просто берешь и рисуешь. У тебя появляется все что захочешь. Насту тигру. Хорошо. Давайте поднимемся повыше что ли. Посмотрим где там наш вертолет. Появился он или нет. Так. Что еще тут. Ух. Блин. Компьютерный клуб. Просто собираешься с пацанами. И фигачишь в игры. Круто. Реально. Всегда кстати мечтал о себе. Дома сделать компьютерный клуб. Реально. Чтобы с друзьями собираться. И задорвать. Вот это реально офигенная тема. Ладненько. Все. Поднимаемся выше. Я хочу в реальтолет посмотреть. Получается он должен быть где-то на последнем этаже. Судя по тому как я нарисовал. Да. Так. Посмотрим. Нет его здесь. Нету. А где веретник? А погоди. Я же с правой стороны его нарисовал. Да. Да. Вон он. Вон он. Вон он. Точно. Тоже весь черный. Такой же как я и нарисовал в целом. Да. Еще и с пулеметами. Офигенно просто ребята. Ну что ж. Как вам вообще эта вилла? Напишите в комментариях. Оцените мой рисуночек от 0 до 10. Да. Что получилось в итоге. На выходе в гтшке в нашей. Неплохо. Или как бы. Вы бы получше хотели виллу. Да. Получить там нарисовали бы. Ну а я думаю с моими способностями. Этого вообще просто выше крыши. Как говорится. Ладненько. Знаете что я бы хотел попробовать? Ух ты блин. Появилась офигенная идея. А что если мы нарисуем какого нибудь персонажа? Что тогда произойдет? Давайте попробуем. Ну с этим я надеюсь будет проблем поменьше. Кстати нарисую кое кого. Кого вы все знаете. Попробуем. Так. Вот так это будет выглядеть. Получается. Голова да? Правильно ведь? Ну да. Вроде так она выглядит. Что-то типа того. Кстати пиши в комментариях. Если ты уже узнал. Кто это такой. Кого я тут рисую. Вдруг кто-то уже смог догадаться сразу же. Так. Получается вот такой вот страшный рот. Блин. Он кстати тяжелее чем я думал. Думал будет полегче. Офигенно кстати выглядит. Вроде покажет то что я и хотел. Пусть он будет такой черный. И там мы сейчас с вами еще нарисуем. Знаете что мы нарисуем? Там зубы. Пусть будут такие вот зубы страшные. Их прям много будет. Сразу же нарисуем еще. Голоза предлагаю. Давайте чтобы не портить рисунок. Сделаем их вот так вот. Блин. Как это страшно выглядит. Блин. Стерельно жутко. Если бы такую штуку увидел в GTA 5. Я бы испугался. Хотя сейчас мы ее с вами и так увидим. Рисуем. Ой. Что-то как-то много. Вот так. Хорошо. Это получается рука. Блин. Что за рука такая нафиг? Почему я ее такое нарисовал? Ладно. Хорошо. Главное сейчас нарисуем ноги. И будет по очертаниям понятно что это такое. Блин. Да не будет понятно что это за чушь. Ребят. Ну я не хотел реально. Я не хотел чтобы она выглядел вот так вот. Серьезно. Что это? Окей. Так ладно ребята. Рисуем сейчас руки. Вот так вот. Тут у нас получается желтая ручка. Вот так вот желтая. Ну вы все уже поняли да. Что это такое. Я надеюсь если ребята вы до сих пор не поняли. То я вообще просто ужасный художник. Вот напишите сейчас в комментариях. Поняли вы реально кто это или нет. Мне ребят реально очень важно знать. Потому что если нет. То я просто мега ужасный художник. Который даже не может передать образ да. Персонажа которого он рисует. Уй блин. А почему все залилось? А все я увидел. Я увидел ребята. У нас тут с вами вот такой вот косячок. И все получается да. Давайте теперь зальем тогда это. Да вот отлично. И вот так вот. Ну что ребята. На кого похоже а. Я думаю сейчас то вы точно догадались. Конечно же ребята. Это Хаги Ваги блин. Погнали в GTA. Тихо. Кажется я его слышал. И судя по карте да ребята. У нас появился с вами какая-то метка. Ладно предлагаю воспользоваться вертолетом. Не просто же так мы с вами его нарисовали. Давайте на нем. И попробуем долететь до Хаги. Блин а я не взорвусь сейчас. Давай чуть назад. Назад назад. Отличненько. Так вертолет немножко подбит по моему. Ну главное чтобы мы до Хаги долетели. И очень надо посмотреть Хаги ли это у нас появился. Так я его уже слышу прямо отчетливо. Он где-то очень близко должен быть. Но кто это будет. Сейчас мы с вами это и узнаем. Так спускаемся чуть пониже. Вон я видел. Я видел видел видел. Что-то есть. Что-то прыгает прямо передо мной. Синее. Да уже синее ребята точно. Да это Хаги. Это Хаги Ваги ребята. Получилось. Ой. А вертик угранты. Блин нет. Вертик держись. Нет сам. Ребята вертик угры. Вы прыгивай Фрэнки. Давай. Хорошо получилось выжить. Отлично блин. Так Хаги здесь. Он нападает на полицейских и военных. Так давайте попробуем у него пострелять что ли. Вот например из РПГ кстати. Неплохо будет. Оу. Блин. Я понял. Хаги не хочет чтобы у него стреляли из РПГ. Ну давай. Получай блин. Так ладно. Эта игрушка ребята не хочет умирать от РПГ. Так еще разочек. Лови. Блин. Он прям сюда ребята прибежал. Все. Он сейчас будет меня фокусить короче. И пытаться убить. Блин. А почему военные это по мне отстреляют. Отвалите от меня нафиг. Хаги лови. Лови блин. Гранату. Вот все поймал. Отлично. Все. Начинаем его просто застреливать. А если его заспаунило бессмертным кстати. Я не знаю ребята сколько у него ХП. Его могла ГТАшка за спаунили просто бессмертным. Тогда нам будет. Ой как нехорошо. Мы его просто не убьем. Ну я думаю вы понимаете это. Ладно. Да я надеюсь что все таки он не бессмертный. И мы сможем его победить. Лови еще гранаты сюда. Вот так вот. Давай получай Хаги. Блин. Да ему пофиг что ли. Он вообще никак не реагирует на гранаты. Просто от них отпрыгивает. Вот блин. Все. Получил Хаги. Так. Вертик нам взорвать. Вот так. Потому что нефиг блин по мне стрелять. Все. Спасибо. Ну что. Хаги готов. Еще один рисунок. Который удаст с вами получился. Рисунок. По моему кстати это самый такой мой лучший рисунок получился. Да. Если сравнивать с другими. Хотя фиг его знает. Они все у меня какие-то не очень честно говоря. И знаете пока я тут дрался с Хаги-Ваги. У меня появилась еще одна идея. Что можно нарисовать. Я только не знаю как это сделать. Но мы сейчас попробуем короче. Блин. Я реально не могу придумать как это нарисовать. Короче я хочу нарисовать подземный бункер. В котором мы сможем пережить конец света. Ох капец. Ладно. Окей. Значит получается. Пусть это выглядит как Fallout Shelter. Я думаю играл кто-то из вас в Fallout Shelter. Кстати напиши в комментариях играл твою игрушку или нет. Но я вот в свое время в нее играл достаточно долго на телефоне. Короче. Получается. Это вот. Тут у нас будет земля. Давайте мы ее лучше нарисуем таким вот зеленым цветом. Вот. Тут земля. Земля. Да. У нас тут есть вход в бункер. Давайте его тоже нарисуем. Получается. Пусть он будет вот таким вот. Да. Неплохо. Вот. Да. Хорошо. Блин. Как хорошо получается. Так. Тут у нас дверка будет. Вот. Все. Отлично. И получается. С этого бункера у нас будет такой вот проход вниз. Да. То есть он будет вот так вот спускаться вниз. И тут будет такой огромный подземный сектор. Блин. Офигенно. Так. Ладно. Хорошо. То есть получается мы заходим со входа. Я предлагаю чтобы у нас тут конечно же. Ну. Что нам нужно. Дверка. Вовнутрь. Вот. Мы зашли. Получается пусть у нас будет тут где-нибудь зона. Например. Кухня должна быть. 100%. Да. То есть кухня. Какой-нибудь зал. Там. Душевая. Давайте так и напишем. Кухня. Кух. Душ. Я думаю не в таком порядке у нас и будут. Все. Отлично. И получается что еще можно сюда бахнуть. Ну просто зал. Да. То есть обычный зал где можно будет посидеть. Почилить. Так. Нужно будет чтобы у нас где-то еще стояли все генераторы. Не стоит забывать об этом. Да. То есть вот пусть будет зона чисто у нас под генераторы выделена. То есть напишем ген. Все. Это даже генер. Вот так. Отлично. Так. И дальше что еще можно рисовать. А. Блин. Что я чуть не забыл. Надо еще какой-нибудь тир. Чтобы скучно не было. Да. То есть вот у нас тир. И здесь склад наверное. Да. Склад тоже нужен обязательно. Пусть будет склад. Вот так вот. Хорошо. Склад. Да. Вот так вот еще. Да. Тут нависуем. Все. Шикарно. Я думаю даже можно это все не закрашивать. Ну. Например. Можно вот тут вот сейчас закончить. Главное да. Чтобы просто это появилось у нас все. Да. Отличненько. Давайте зальем. Вот тут вот везде зеленый. Тут у нас получается все будет черным. Это же у нас спуск. Да. И все. Вот. Отлично. Как же это круто. Блин. Выглядит. Ну что ж ребята. Посмотрим. Что у нас в итоге получилось в GTA. Эй. Это что за место? Ребят. Я. Я ничего не вижу. Ничего не слышу. Темнота просто капец. Так. Ну такое чувство как мы находимся в каком-то подземелье что ли. Судя по звукам. Так. Фонарик. Да. Блин. Это шахта. Какого фига здесь оказался? Так. Погоди-ка. А это у нас проход? Ну-ка давайте по правовам подойти. Да. Ребят. Мы. Мы внутри. Получилось. Блин. Это бункер. Интересно. Прямо как я нарисовал или нет? Ну давайте что ли заходить. Так. Ящики какие-то. Ну. Я так понимаю. Это техника. Да. Тут оружие. Конечно же. Это все нужно. Так. Спереди генераторы. Как я рисовал. Ребята. Вот так. А почему-то тут генераторы. Это инопланетное яйцо. Видимо источник бесконечной энергии. Бесконечного электричества. Так. Ладно. Побежали в эту сторону. Я тут по-моему рисовал кухню. А. Нет. Я тут рисовал склад. Да. Ребята. Вот. Посмотрите. Какой у нас склад получился. Все есть. Вода. Различные припасы. Материалы. Получается. Здесь должен быть тир. По этой логике. Да. Ребята. Тир. Офигенный. Кстати. Тир. Может реально прям встать. Вот так вот пострелять. Круто. Круто. Ладно. Хорошо. Побежали дальше. Посмотрим ту сторону. Получается там должна быть кухня. Душевая. И просто зал. Да. Вот. Ну это тоже как такой мини зал у нас получается. Да. Я фиг его знаю. Припасы наставлены. О. Люди кстати есть. Здорово чуваки. Какого с дела. Это кухня. Да. Как я и рисовал. Кухня. Получается здесь. А вот и зал. Кстати. Да. И где-то должен быть душ. А вот и душ. Все ребята. Отлично. Душевая. Как говорится. Есть. Вот тут. Должны быть туалеты. Да. Все шикарно. Блин. Ребята. Ну что теперь у нас с вами еще и свой подземный и личный бункер есть. Честно говоря. У меня уже закончились идеи. Что мне можно нарисовать. Я прям реально себя ребята. Я человек знаете в плане рисунков не очень творческий. Но выжил из себя все по максимуму. Что возможно. Если у вас появились какие-то идеи. Вот. Свои. Которые вы можете мне предложить. Что нарисовать в GTA 5. Опять попробовать. Предлагайте прямо сейчас под этим роликом. Я с удовольствием запишу для вас вторую серию данного шоу. Мне оно очень понравилось. Заодно можете потянуть свой скилл рисования. А заодно и посмотрим что можно из реальной жизни вот получить в GTA 5. Что можно перенести. По-моему это офигенно. Ну что ж призраки. Не забывайте ставить лайки. Конечно же подписываться на канал. И нажимать на колокольчик. Если вам все понравилось. Я буду ждать уже вас завтра на новом ролике. Желаю вам всем удачи. И конечно же до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.